Здравствуйте! Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Вода добралась до Барнаульского затона. Дорога в микрорайон перекрыта. Ущерб подсчитан. Будут ли выплачивать компенсации жителям районов, пострадавшим в этом году от паводка? Всего полчаса на проверку знаний по русскому языку. В акции «Тотальный диктант» только в краевой столице приняли участие более 700 человек. В Барнаульский затон пришла большая вода. Сегодня разлившаяся опсь затопила трассу в микрорайоне. По данным на утро 16 апреля, уровень воды в Аби составил 506 сантиметров над нулем водомерного поста. Этого оказалось достаточно, чтобы вода скрыла дорогу на остров Шубинский. Дорожники на данном участке перекрыли движение, установили ограждающие конструкции и поставили знаки «Въезд запрещен». Альтернативой этой дороги остается понтонный мост. Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему сохраняется режим ЧАЭС. Правда, во многих районах большая вода на время отступила. Пользуясь затишьем, люди своими силами восстанавливают дома и личное хозяйство. Все чаще задаются вопросом, будет ли поддержка от государства. В Краснощоковском районе в эти дни проводят специальные собрания с жителями, в рамках которых местные власти пытаются ответить на актуальные вопросы. Рассказывает Анастасия Дороган. Волна прошла, последствия остались. В переполненный пруд, который находится чуть выше села, прибывает вода с полей. Новая угроза для нескольких населенных пунктов и Моралиха – один из первых по течению. В вопросах о будущем его жители эмоции не сдерживали, но если предотвращать поток дела спасателей, то восстанавливать по дворе приходится самим и надеяться на выплаты. Местная власть рассчитывает получить не меньше 10 тысяч за подтопленный участок, за дом не меньше 50. Это если сравнивать с 2014 годом, как исчислялся денежный эквивалент, как сегодня будут выплаты или не будет, решается на уровне Российской Федерации. Необходимые документы уже отправили в правительство края. Все с фото для непредвзятой оценки. Но в такой объективности Валентина Журавель не уверена. Ведь как оценить ее ущерб? Огород как губка. Удастся ли вообще что-то посадить – непонятно. На водяной подушке и дом. То гриб сырой, все овощи в мешках на выброс. А в комнатах сыро и холодно. Все, вверх поднято и не знаю, что ли спускать, то ли не спускать. Здесь живу, топлю печку, здесь живу. А куда? Помыли, прибрались, чтобы хотя бы жить как-то можно было. Пока еще ничего не делали. Средств пока нет, чтобы начать что-то. Не знаем, как дальше будет. А дальше семью Ольги ждут аллергии. Стены цветут. Здесь нужны масштабные работы. Заменить штукатурку, пол в комнатах. Немало вложений уйдет на хозяйство. Большая вода унесла половину сена, оставшийся гниет. Тонну овса можно выкидывать. Он пророс. Корова утонула. Она на ноги упала после отела и не вставала. Вода прибывала и все, она захлебнулась. Мы ее купили два года назад за 50 тысяч. В то, что компенсации все-таки будут, жители Моралихи не верят и поясняют. В 2014 году деньги на восстановление получили уже через несколько дней после наводнения. Но, кстати, и тогда выплаты достались не всем. В поселке Усть-Пустынка семья с ребенком-инвалидом уже 4 года ждет приезда в новое жилье. Экспертиза признала дом непригодным для эксплуатации еще в 2016 году. Жилищный сертификат положен по суду, но с тех пор только трещины разрослись. Чтобы сохранить в таком доме тепло, семья изнутри обшила помещение утеплителем. Сделали две вот, детям и зал. Возможность, насколько была, не до красоты, как говорится, лишь бы лишь бы. Да, на смысл делать, руки опускаются просто. Пока местные власти обещают выплаты и тем, кто потерял скот, куриц, свиней, коров. Компенсировать их потерю планируют по рыночной стоимости. Опять же, если выплаты будут. В таком случае только Игорю Демьянову из Усть-Калманки положено 2 миллиона рублей. Он потерял 73 породистых коровы. В кусту подплыла, барахтается, барахтается, и вот как на рогатке виснет. И вот их все вот в той заболке собрали. Водой также смыло 40 овец и несколько тысяч улей. Станет ли фермер начинать все с нуля, еще думает. Ведь заинтересованности власти в восстановлении сельхозпроизводства пока не видит. Из Барнаула приехала комиссия оценить вот это все дела. И он, который все это составляет, он говорит, мы обязательно приедем, посмотрим, что осталось туда-сюда. Ты нас жди звонка. Вот я жду, до сих пор не позвонил. Ждут выплат жителей девяти территорий края. Краснощоковского, Усть-Калманского, Бийского, Целинного, Черышского, Смоленского, Алтайского, Первомайского и Советского районов. А между тем на подходе вторая волна паводка. И пострадать от ее последствий могут еще тысячи человек. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Николай Шелков, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня днем в городах и районах края в течение трех минут звучала сирена. Прерывистый сигнал «Внимание всем» должен был привлечь внимание граждан. Услышав его, необходимо включить телевизор на канал «Россия-1» либо на радиопередачу «Радио России» прослушать сообщения Краевого управления МЧС. Несмотря на то, что подобная проверка проводится ежегодно, многие горожане до сих пор не знают, как вести себя после сигнала сирены. Это показал и наш сегодняшний опрос на улицах города. Ну это, видимо, что-то связанное после Кемеровского пожара. В ситуации. Я так думаю. Ну, вероятнее всего, тревога какая-нибудь пожарная или военная. Да, и что делать в этой ситуации нужно подливать? Не знаю. Не знаете? Нет. Значит, идти в какое-то помещение. Ну, значит, какая-то экстренная ситуация, раз сирена звучит. А, и что нужно сделать? Вот, если честно, даже не знаю, что нужно. Кстати, насколько хорошо работает техника спасателей, которая оповещает население, станет известно на днях, когда будет собрана вся информация по краю. А мы продолжим. Губернатор Александр Карлин поручил устранить нарушения в торговых центрах Алтайского края, сообщает официальный сайт региона. Напомним, в результате прокурорской проверки были выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных центрах Барнаула, Гулливерпарке, районе и Первомайском. Ведомстве планируют закрыть их через суд. Авбийский уже приостановил работу торговый комплекс «Воскресенье». Кстати, почти во всех зданиях нарушения одинаковые. Отсутствие средств для пожаротушения, неисправность сигнализации, затрудненные эвакуационные проходы и отделка горючими материалами. Всего после многочисленных рейдов в торговой точке края было возбуждено 301 административное производство. Сейчас в регионе проверяют не только торговые центры, но и детские спортивные учреждения. Госдума одобрила законопроект о наказании за распространение ложной информации в социальных сетях. Фейковые новости появляются в интернете регулярно. Одна из последних о шокирующем количестве погибших во время пожара в Кемеровском торговом центре. После этого случая Госдумой и было принято решение об ужесточении наказания за фейки в социальных сетях. В прошлом году подобный законопроект уже рассматривали, но тогда сумма штрафа была от 3 до 5 миллионов рублей. Сейчас же штрафовать владельцев фейковых аккаунтов с многочисленной аудиторией предлагают на 50 миллионов. По мнению редактора Краевого информационного агентства полиции БРУ Василия Морозова, зачастую виновниками массового распространения ложной информации являются журналисты. Можно вспомнить ситуацию с якобы найденным нефтяным месторождением в Панкрушихинском районе, но здесь я думаю, что это просто чья-то шутка, скорее всего, потому что никак дестабилизировать ситуацию это не может. Ну и здесь вопрос, конечно, о том, насколько журналисты должны проверять информацию, поступающую из любых источников. Законопроекта наказания за фейки одобрен в первом чтении, но к авторам было много замечаний, исправить которые необходимо ко второму чтению Госдумы. Обычная сверка электросчетчиков довела жительницу Поспелихи до суда. Пенсионерку обвинили в том, что она подкрутила усик пломбы и незаконно расходовала электроэнергию. Теперь героине нашего сюжета необходимо заплатить 17 тысяч рублей, чтобы в ее доме снова появился свет. Так на чьей стороне закон, собственника или сетевой компании, разбиралась Ирина Корчагина. Они подошли вот сюда, они здоровые, вот под самый потолок, и говорят, у вас усик от пломбы отвалился. Я говорю, ребята, а я не знала, а я туда не лезу, даже я боюсь туда лезть. Усик от пломбы стал яблоком раздора для Любови Крынниковой коммунальной службы. Женщина живет с пятью кошками, они подставили пенсионерку. В один из вечеров Любовь Степан наварила хвостатым еду. В этот момент в дом вошли работники Алтай-Краэнерго. Им показалось странным, что в комнате работает сразу несколько приборов, а на электросчетчике низкий показатель. Вывод коммунальщики сделали незамедлительно. Любовь Крынникова могла подсоединиться к электроэнергии незаконно. Ко мне ходил один и тот же рыженький высокий парень, и вот он в феврале два раза у меня был. Коммунальщики сделали пенсионерке перерасчет за три месяца. Теперь ей необходимо заплатить 17 тысяч рублей, чтобы в дом вернули электричество. С пенсии 8 тысяч сделать это непросто. Поэтому уже месяц Любовь Степанна не может посмотреть любимые телепрограммы. Пусть говорят и прямой эфир. Вообще в данной ситуации собственники сами несут ответственность за содержание и обслуживание приборов учета. Конкретно в данной ситуации, перед тем, как отключить человека от коммуникации по электроснабжению, ему должно было быть за 20 дней до отключения, выслана сперва уведомление о приостановлении коммунальной услуги, а потом через 10 дней уже отключена, она полностью ограничена. Получается, сетевая компания «Алтай Кроэнерго» действовала в рамках закона. Кстати, 14 марта в эфире наших новостей под подозрение о Любови Крыниковой в незаконном отключении от электроэнергии ошибочно попала компания «Алтай Энергосбыт». Приносим свои извинения. А наш юрист советует всем собственникам, чтобы не попасть в сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась героиня сюжета, заранее проверять целостность пломбы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. Жители тысячи городов мира в минувшую субботу вновь сели за парты, чтобы проверить свою грамотность в рамках уже ставшей традиционной акции «Тотальный диктант». Только в краевой столице было организовано 11 площадок для желающих. Написать диктант решились более 700 человек. Насколько сложным оказался текст и почему год от года акции становятся все более популярной, узнавали наши корреспонденты. За годы учительства каждый из которых напоминал предыдущий и ничем особенным не выделялся. Впервые идея устроить проверку знаний русского языка пришла студентам Новосибирского госуниверситета 15 лет назад. После «Тотальный диктант» стали писать на шести континентах, включая космонавтов на МКС. Я считаю, что, конечно, нужно проводить подобные акции, потому что они взращивают, так скажем, любовь к нашему родному языку и в такой, может быть, юмористической форме позволяют нам проверить уровень грамотности. В этом году автором текста «Тотального диктанта» стал описатель Гузель Яхина. Организаторы отмечают, текст в плане пунктуации непрост, но многие подкованы теорией. Для всех желающих в классическом университете проводились курсы русского языка. В итоге, чтобы применить свои знания на практике, организаторы диктанта дали всего полчаса. Собственно, люблю литературу, поэтому особо не подготавливался, поэтому, чтобы по-честному, так сказать, было. Вот, надеюсь, что будет все хорошо. Я изучала правила весь год, поэтому я надеюсь, да. Есть такой сайт «Грамота.ру», вот, там есть как орфографические упражнения, орфографическую грамоту, так и на пунктуацию. Поэтому вот я, можно сказать, готовилась, но я надеюсь. Но пока я не напишу его на пятерку, я буду писать каждый год. Кто смог получить отличный результат, а кому знание русского еще следует подтянуть, будет известно уже 18 апреля. Именно тогда на официальном сайте тотального диктанта появятся его результаты. Кстати, самые смелые могут получить индивидуальную консультацию с филологом на следующий день после оглашения оценок. По крайней мере, так нам сказали на одной из площадок для написания диктанта. Валерия Усольцева, Александр Антропов. Наши новости. Уже в эту среду, 18 апреля, в Барнауле состоится одно из важнейших театральных событий края. Премьера спектакля проекта «Большая сцена-4», организованного журналом «Автографы» и театром музыкальной комедии. Какие эмоции испытывают непрофессиональные актеры за несколько дней до премьеры, расскажет наш корреспондент Артемий Панченко. «А пчелочка золотая, а что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, 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 что ко мне, что же ты жужжишь?» Последние репетиции в гримерке и подопечные режиссера Татьяны Столбовской отправятся на сцену, чтобы отчитаться о своей готовности перед главным режиссером проекта Константином Яковлевым. «Девочки, не теряйте, пожалуйста, существование, да?» Пока одни выступают, другие готовят реквизит, примеряют костюмы и вспоминают реплики. И хотя все уже вроде бы отточено и выверено, вид на зрительный зал со стороны сцены заставляет поволноваться. «Всегда существует такой, знаете, маленький легкий мандраж, что вдруг где-то в самый ответственный момент, вдруг я что-то подзабуду». «Пока просто волнуемся, пока я вот не представляю даже, как мы выйдем на сцену, когда будет очень много народу». «Ну, я думаю, что в день премьеры я для своих родных стану прям звездой». А звездами эти актеры уже стали, ведь большая сцена открывает в людях массу новых талантов. Проект доказывает барнаульцам это уже в четвертый раз. Одаренность непрофессиональных актеров отмечают и сами сотрудники театра. «Поначалу, когда только начинался этот проект, мне казалось, ой, это будет вообще неизвестно что, люди со стороны. А когда выходят на сцену, ну, знаете, очень даже здорово». «Два с половиной месяца репетиции позади, но даже накануне своей большой премьеры все актеры помнят, что главная цель большой сцены – это благотворительность. Ведь часть вырученных средств с продажей билетов будет направлена в благотворительный фонд «Мать и тетя» в помощь онкобольным детям». Артемий Панченко, Андрей Печоркин. Наши новости. Последние веяния моды при отделке многоквартирных домов. Уникальный для Барнаула проект презентовали компания «Долинстрой» и ее партнер – сеть офисов недвижимости «Миэль». Название объекта – авторский дом «Ван Лофт». Это первое здание, выдержанное в ультрасовременном архитектурном стиле с применением натуральных материалов. При отделке фасада используют клинкерную плитку. Она имитирует настоящую кирпичную кладку, что придает зданию особый шик. К тому же нестандартные оконные пространства, панорамные лоджии и открытые входные подъезды обеспечивают максимум естественного освещения. Смарт-планировка с грамотно продуманным зонированием. А вместо привычных балконов – зимние сады, причем утепленные. Можно будет устроить и рабочий кабинет, и зимний сад, и какую-то оранжерею. То есть это такое пространство, которое каждый может подстроить под то, что хочется именно ему. Микрорайон с развитой инфраструктурой. Продажи уже стартовали. Получить подробную консультацию можно в сети офисов недвижимости МЕЭЛЬ. И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края пасмурно и дождливо. В Камни-на-Аби и Славгороде плюс 5. До 10 – в Бийске и Рубцовске. 11 – в Белокурихе и Зминогорске. В Барнауле возможен дождь, ветер западный, временами порывистый. Ночью около ноля, днем до 7 тепла. На сегодня это все новости. До встречи. Иван Ладушкин. Участник освобождения Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. Воевал на танке Т-34. В 45-м году он умело организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника Восточной Пруссии. Завязался тяжелый бой. Пользуясь темнотой и дождем, он вывел свои танки на рубеж атаки, вплотную к вражеской обороне. Без подготовки, рывком, танкисты ворвались к противнику. Рота, возглавляемая Ладушкиным, уничтожила 10 вражеских орудий, самоходку и значительное количество живой силы. В этом бою танк лейтенанта был подбит. Раненый, обожженный, он выскочил из машины, пересел в другую и продолжил бой. Опорный пункт противника был взят. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Редактор субтитров А.Семкин